добрый день дорогие друзья мы начинаем наш очередной урок сегодня наш день несколько секунд для того чтобы убедиться что интернет соединение работает нормально и мы приступим и может быть какие-то люди появятся скажут нам насколько четко и ясно все слышно потому что в последнее время возникали вот эти вот проблемы со звучанием вот здравствуйте сергей марина еще четыре человека если какие-то неполадки есть плохо слышно вы мне как-то так мигните я пойму буду тогда лучше и четче говорить всем здравствуйте итак тема сегодняшнего урока в эту неделю в субботу мы считаем вот эту недельную главу вай шлах недельная глава очень важная в этой недельной главе впервые возникает вот это вот слово понятия исраэль яков получает второе имя ну и вообще огромное количество важных событий происходит о чем мне хотелось поговорить так если повторяю если слышно видно хорошо отлично о чем мне хотелось сегодня поговорить дело в том что скоро у нас наступает праздник вот сегодня у нас на календаре у нас 17 день месяца кислив значит ну по существу через 8 дней 25 кислива начинается праздник ханук праздник ханука как известно это праздник установленные нашими мудрецами это не праздники старый и вместе с тем и вместе с тем и вместе с тем наши мудрецы всегда указывают на то что и вторее есть намеки есть некие намеки на то что этот праздник будет и он определенным образом даже там как бы фиксируется делаются какие-то акценты и прочее и прочее говорится что есть что так вот я хочу заняться следующим в нашей недельной главе есть прямой намек на праздник ханук и я вот хочу вам показать как этот намек можно ну вот найти и как его можно использовать в принципе для определенного рода рассуждений бесед изучение и и так далее значит о каком моменте идет речь хорошо бы конечно иметь тексты тары но если у вас нет вы сможете даже потом посмотреть я сейчас смотрю нашу недельную главу значит берейшит 32 глава и начинается ну там скажем с 23 стиха собственно меня интересует 25 стих но чтобы понять нужно чего-то чуточку раньше начать здесь говорится о том что когда яков узнает что его брат и сам движется ему навстречу он к этому определенным образом готовится подготавливается и сказано что он движется он движется на восток запада на восток он находится по ту сторону иордана на территории нынешней иордании и там он разбил лагерь на берегу речки ябок речка ябок она впадает иордан то есть она также течет с запада на восток как движется яков и все его и весь его лагерь и там сказано что вот в процессе подготовки яков встает ночью и это стих 23 глава 32 стих 23 и встает ночью он и берет своих двух женщин и жен и своих двух наложниц служанок уже матерей его детей и он их переводит через ебок вот потом он переводит все что относится к нему видимо вещи какие-то и дальше вот 25 строка 25 пасук говорится так что вот когда он уже всех перевел на другую сторону и людей и имущество он возвращается обратно он возвращается обратно и сказано в двадцать пятом стихе вай ватер яков левадо и остался яков один вот этот вот непонятный поступок зачем он всех перевел на ту сторону сам вернулся и остался один конечно непонятен непонятен зачем он обратно возвращается если он все перевез на на другую сторону речки ну естественно если это непонятно раша пытается это объяснить он это комментирует значит на слова вай ватер яков и остался яков один раши пишет так шахах пахим ктанин он забыл маленькие сосуды маленькие сосуды забыл какие-то и он поэтому возвращается откуда вообще раша берет это что он забыл маленькие сосуды оказывается этот момент он обсуждается он разбирается в талмуде в талмуде в трактате хулин есть такой трактат хулин там как раз вот эта вот фраза и остался яков один разбирается в другом контексте но разбирается и там вот как раз пишется о том что когда он все перевел перевез на другую сторону людей имущества он вдруг вспомнил что не хватает у него каких-то маленьких сосудиков маленьких я не знаю что-то бутылочки не знаю или какие-то кувшинчики маленькие что-то маленькое такое для жидких веществ и он поэтому он возвращается обратно ну хорошо поэтому он возвращается обратно но есть еще один комментарий очень интересный его нашел был такой известный раввин на хорошо ли хорошо ли или если короче это рабе шло малурия он жил в польше в шестнадцатом веке восточной польши там вот где польша белоруссия украина брест вот это вот эти места и он очень известный человек был он занимался кабалой он занимался объяснением талмудических текстов так вот как раз вот по поводу этих маленьких сосудиков он пишет очень интересную речь он говорит следующее что это были сосуды конечно незначительные так скажем ничего дорогого там не было ну что он утверждает что там было масло то самое оливковое масло которое необходимо но для многих целей и для светильника она необходима и для еды она необходима и она является частью частью жертвовношений потому что всегда когда написано что наши мудрецы ставили какую-то мацеву камень какой-то они всегда возливали охрапляли этот камень вот этим оливковым маслом так вот он утверждает что вот как раз вот это вот небольшое количество оливкового масла ему было необходимо для того чтобы в дальнейшем когда он вернется в бетель а он именно туда направляется это именно то место где ему приснился сон и где он этот камень поставил и на который возливал оливковое масло и может быть у него кое-что осталось и он все эти 20 лет его хранит и он все эти 20 лет его к и вот как раз вот эти кувшинчики у него запропастились и как раз вот согласно трактовке маарошаля он возвращается туда чтобы эти кувшинчики обнаружить хотя особой ценности они не представляли и наверное масло можно было бы раздобыть другим способом или изготовить за определенное время оно готовится какое-то время но это не годы это всего лишь там семь-восемь дней как мы знаем по поводу хануки но он почему-то возвращается именно за этими кувшинчиками за этим маслом и вот маарошаля утверждает что потому что яков рисковал рисковал собой своей душой а он остался один там никого не было вокруг и он возвращается за этим маслом из-за этого в будущем написано всевышний сотворит чудо для его потомка какое чудо хануками чудо с маслом то есть как раз вот эти вот горшочки с маслом которые будут в свое время спустя огромное количество столетий так скажем найдено в восстановленном храме ну мы теперь относимся ко второму веку до нашей эры к эпоху хашманаим с событиями связанные с праздником ханука и как раз вот это вот масло то есть оказывается вот эти вот кувшинчики с маслом которые в свое время найдут хашманаим запечатанные печатью первосвященника будут нам даны в качестве чуда всевышнему в заслугу того что яков в свое время вернулся за вот теми недорогими сосудиками и он их отыскал и вернул обратно ну известно что когда он отправился за этими сосудиками такая как раз там вот тогда состоялась вот это вот встреча с так называемым человеком и борьба которая происходила всю ночь ну мы знаем из комментариев что это был не совсем человек что это был ангел покровитель сава сама эль и с ним боролся яков всю ночь и и выдержал выдержал и узнал в дальнейшем что имя ему будет дано еще одно исраэль но это будет уже в дальнейшем но сама эль ему об этом говорит говорит что имя твое будет не только яков но и свои значит вот эти вот кувшинчики масла за которыми вернулся яков и были той причиной благодаря которой спустя многие сотни тысяч лет ну это и сотни лет потому что здесь мы мы говорим о каком 18 веке до нашей эры да это второй век до нашей эры это много веков проходит но и однако знаете у всевышнего времени нет поэтому для него это неважно однако вот это вот за заслугу нашего праотца якова мы через энное количество сотен лет получаем от всевышнего то самое чудо с кувшинчиком масла вот прямая связь между тем что написано в таре и тем что будет происходить в праздник ханука интересно почему можно порассуждать на тему почему наши мудрецы наши комментаторы в частности тот же самый рабешло маурия считают что там было масло потому что в талмуде об этом не говорится в талмуде говорится что он вернулся за кувшинчиками маленькими которые мало что стоили но там не не объясняется там не разбирается что было в этих кувшинчиках и масло не масло не говорится говорится просто пустые кувшинчики а вот уже рабешло маурия он почему-то утверждает что там было масло это тоже очень интересный вопрос почему это становится известно спустя некоторое время также например когда вот когда мы будем говорить или вы будете говорить о празднике ханука то там тоже есть такой интересный парадокс что вначале если мы ссылаемся на источники связанные с ханукальным событием а какое ханукальное событие это победа да победа хашманаим над греками вот та частная победа которая происходит во втором веке до нашей эры и тот самый момент когда они освобождают храм очищают храм и вот освещают его ведь в книге маковеев где это событие описано там ничего о масле не сказано не о том что нашли это масло не о том что она горела 8 дней хотя его было там мало там говорится только о том что происходит военная победа благодаря которой возможно осветить храм и вновь начать там служение а история с маслом возникает гораздо позже история с маслом нам становится известной из талмуда да из трактата шаббат именно в трактате шаббат написано что и случилось чудо и они нашли вот этот маленький кувшинчик масла там был на один день и его хватало на 8 дней то есть промежуток времени между тем как было написано книга маковеев и трактатом шаббат это ни много ни мало почти 700 лет 700 лет и только через 700 лет вот эта история с маслом она становится актуальной и мы начинаем воспринимать этот праздник с одной стороны как военная победа с другой стороны как история с маслом из чудо с маслом и тогда можно сказать а почему не сразу почему вот почему тогда не стало известно про чудо с маслом почему через какое-то время и мы замечаем очень интересные особенности которые бывают так что некоторые информация нам выдается достаточно дозированно и в свое время так скажем именно в свое время то есть я понимаю почему маарошаль в 16 веке стал рассуждать на эту тему что яков находит кувшинчики именно с маслом 16 век это особый век очень любопытный век 16 и дальше 17 век это эпоха серьезных бедствий еврейского народа возникает такое такие мощные движения как появление лжемессии частности шабтай цви скоро должен появиться и после шабтай цви дальше возникает еще ряд течений а потом и хасидизм возникает то есть вот такое достаточно смутное в духовном смысле времени в смутное смутное время в духовном смысле такое темное время возникает для именно для духовной жизни темное время для духовной жизни возникает и вот я думаю что в этот момент происходит какое-то переосмысление каких-то вот событий в том числе и история с маслом масло как свет и так далее логика маарошалям непонятно то есть поскольку яков зачем-то возвращается на вот это вот пустое место непонятно зачем и вот там есть эти горшочки а дальше начинается борьба борьба причем борьба идет не совсем за физическое свое существование потому что яков понимает что тот кто с ним борется это не совсем человек и вот это вот борьба или пыление как там говорится и дальнейшем называют кто борется с ним этот ангел самаэль а самаэль это ангел смерти ангел смерти делает что он делает он на самом деле делает человека незрячим вот это вот пыление написано и пылили два человека пыль которая забивается в глаза и не дает возможность видеть вот что происходит вот это вот борьба поднятие пыли слепота которая наступает и она подобно смерти так вот ну во первых борьба за свою духовное существование это очень важный момент был видимо для рабешло малури и второе борьба длится до какого момента когда борьба останавливается когда наступает рассвет написано то есть когда тьма отступает когда тьма отступает наступает рассвет как раз в этот момент этот противник якова он запросил пощады он он захотел прекратить борьбу и сказано что он почувствовал что он не может одолеть якова и попросил его отпустить именно с наступлением рассвета то есть свет который вытесняет тьму борьба борьба за духовное существование и свет который вытесняет тьму ну вот вам параметры хануку ведь хануку речь шла не о том что там греки хотели физически уничтожить наш народ вернее не греки а селевки но это потомки а они не хотели физического уничтожения они хотели установить свои правила и законы то есть они хотели духовные доминанты это главное было для них и поскольку греческая философия и греческая наука и греческое существование еврейской традиции нашими мудрецами называется тьма да и берется это из первых строчек книжки берешит и тьма над поверхностью воды выхоши хальпнея маем и наши мудрецы говорят тьма это еван это греция так вот эту тьму нужно каким-то образом рассеять и естественно ее рассеивает свет так вот два компонента борьба за духовное существование и выигрыш наступает с рассветом то есть когда свет побеждает тьму видимо это были такие логические моменты рабе шла малурии которые позволили ему сказать что действительно он возвращается за за кувшинчиками наполненными маслом и заслуга этого поступка в дальнейшем потомки якова вот будут осчастливлены вот этим вот чудесным избавлением через горшочки масла через праздник ханук и вывод который сам по себе как бы напрашивается что всевышний когда он какое-то испытание дает и или какую-то болезнь дает человеку он дает сначала лекарство да он сначала дает лекарство а потом уже испытание если есть испытание то мы уверены что лекарство уже существует другое дело когда она открывается когда она становится известно в данном случае история с маслом или история со светом она открывается евреям гораздо позже она открывается уже тогда когда по написании талмуда мы говорим о 6 веке нашей эры тогда был записан в вавилонский талмуд как раз именно в это время начинается тотальный исход евреев из из израиля израиля остается небольшая часть евреев а большая часть она уходит в диаспору и вот видимо уход в диаспору как раз требует требует какой-то именно духовной поддержки ну что ну физически тоже было сложно но в тот момент там тем же евреям вавилона не грозила гибель не то что они должны были быть уничтожены каким-то образом нет но проблема духовного выживания она была гораздо острее и вот именно в этот момент открывается и раскрывается и им становится известным вся эта история с маслом масло как источник света как то что вытесняет тьму и естественно это связано именно с минорой с тем что с храмовым светильником который собственно и олицетворяет вот это вот духовная интеллектуальная прочее прочее развитие вот таким образом видите как вот какая-то такая такой не очень значительный я бы сказал момент для акцент из текста тары может нас вывести на намеки частности на намек праздника ханука и на рассуждение о испытаниях и о лекарстве и о том что лекарство всегда предшествует испытанию но открывается оно в свое время в свое время потому что испытание ведь тоже дается для чего-то да испытание дается для того чтобы человек или группа людей или народ могли определенным образом приобрести некие навыки проходя это испытание а далее когда эти навыки видимо уже появляются то что возникает чудесным образом или не чудесным образом вот это вот лекарство я думаю что тот период в котором мы сейчас с вами находимся вот эта вся пандемия весь этот ковид что конечно же в скором времени лекарство будет и что человечество видимо должно было пройти это испытание этот урок какое-то время я не знаю какое можем знать какое время но это 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 испытание закончится потому что лекарство все равно и она уже есть она уже есть его еще откроют его еще создадут на реальном уровне и тогда но уже приобретя определенный навык человечество видимо двинется дальше но видимо это испытание было необходимо но правда продолжается она еще не закончилась по крайней мере можно четко и ясно осознать что она закончится она закончится она не вечно и что лекарство уже есть и силы и милости он его дает но в свое время так же как и история с маслом вот это вот я вам хотел рассказать показать что даже в тексте тары есть намеки на праздник ханука хотя сам праздник он не из тары а по велению наших мудрецов и связано с событиями позднего времени не останахическими событиями вот это вот я вам хотел рассказать сейчас я посмотрю или есть может быть какие то вопросы конкретные по поводу того что мы говорили так ну во первых всем здравствуйте 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 приветствие добрый день вопросов не вижу никаких шалом 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 вот меня тут наташа жена моя спрашивает почему греческий образ жизни называется тьмой ассоциируется ассоциируется с тьмой а дело в том что когда мы говорим свет и тьма мы не говорим о физических явлениях в данном случае так же как допустим свет который был сотворен в первый день творения не есть физический свет а физический свет был сотворен в четвертый день творения когда возникают светила свет и тьма имеется ввиду духовные компоненты жизни духовные компоненты жизни что свет связан с приближением ко всевышнему а тьма с его сокрытием и поскольку вся греческая мудрость и весь греческий образ жизни был связан конечно же с идолопоклонством хотя сам факт наличия философии медицины наук географии истории говорит о том что греки были способны изучать этот мир этот мир да но когда они переходили к миру духовному то возникало служение идолу служение идолопоклонства так вот когда мы говорим что греки это тьма мы имеем ввиду в том что для них единый был сокрыт единый всевышний для них был сокрыт для них сон сон богов был конечно самый главный бог и его подчиненные но вот этот вот служение а вода зора чужая работа служение идолом для нас это явление называется тьмой и поэтому у нас ассоциация с греками как с источником тьмы то есть вот например пример очень простой когда есть физическая тьма нужно построить некое приспособление которое может осветить эту тьму и сделать если лампочку короче говоря вот электричество лампочка свеча это греки это греки и они молодцы в этом смысле потому что им всевышний дал вот такой вот способность изучать и притворять вот это изученная в жизнь но когда тьма сгущается в человеческих отношениях когда затмеваются отношения людей друг другу когда ненависть начинает преобладать над любовью то конечно же физический прожектор или свечка или что-то они не помогут они не помогут и вот это самый яркий свет он не уберет вот эту ненависть которая может быть между людьми а что же убирает эту ненависть тот свет который идет из души который получается через прием божественных лучей вот этот свет истинный свет который пытается осветить именно человеческие отношения нам очень важен и в этом смысле те кто существует только физическом мире они волей-неволей уткнуться в момент ненавистного отношения потому что физический мир он связан с определенной степенью насилия там мир амбивалентный мир полярный поэтому греки которые очень хорошо изучили этот мир однако с точки зрения духовной они находились в состоянии по нашим по нашим меркам в состоянии тьмы вот такой вот ответ так я не закончил смотреть может быть кто-то еще что-то шалом борьба у якова на физическом уровне а ну посмотрите да он он вроде цель он потому что там написано и пылили два человека первым то сказано что и появился человек ишь ишь от слова ешь есть не сказано что это была некая духовная сущность которыми он как-то так в медитации боролся нет там была некая реальная схватка но на самом-то деле это реальная схватка она не угрожала физической жизни якова она угрожала другой жизни да но но смотрите когда там написано и увидел этот человек что он не может одолеть якова и что он сделал он коснулся бедренного сустава и повредил бедренные сухожилия то что называется гида наше то есть какие-то физические проявления были естественно были и ощущение борьбы было и схватка объятия поднятие пыли топтания я не знаю сопения все это видимо было но не это было главным не это было главным ангелы сава не хотел уничтожить физически якова сего он хотел он бы сделал у ангелов есть такие духовные сущности есть такие даже бороться не надо и возиться не надо и он был у его уничтожен но задача была не в этом хотя на физическом уровне это проявлялась так проявлялась несомненно но это было не главным ангел который бросок это кто но я вот говорю это как раз ангел-покровитель я ангел-покровитель и сова которого называют сама или сама или это на малахомары то есть ангел смерти сама или от слова сами 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 это невидящий незрячий он и боролся в данном случае она была воплощена она была воплощена потому что есть слово и боролся с ним человек сказано и боролся с ним человек есть воплощение ангела я думаю что не нужно к этому относиться очень реалистично то есть если у меня спросите как себе представляю воплощение ангела я не знаю если никак не представляю меньше всего я хочу видеть это как киноэффект знаете вот и из воздуха начинает что-то материализоваться и появляется некая плоть я не могу вам ответить на этот момент каким образом не знаю я просто не знаю мне не было такого опыта играть ли у кого-то такой опыт был потому что такой опыт уже давно исчез может быть раньше он и был и имел место во времена наших праотцов может быть это как-то так происходило но после разрушения первого храма когда видимо исчезает явное пророчество и чудеса продолжает совершаться но видимо на другом уровне не могу вам сказать как это было но явно что тара настаивает на том что это был и физический контакт и духовный что это было два уровня контакта и физический и духовный это не было во сне это не было воображение это было в реальности поэтому существует бедренные сухожилия гида наше которое на евреям частности нельзя есть его нужно удалять поскольку оно было повреждено как плоть может бороться с духовной сущностью ну хорошо а вот когда допустим а вот меня искушает некое желание и я понимаю что это желание нехорошее так скажем мягко выражайся но меня тянет другую сторону и происходит борьба мы же говорим я я боролся допустим с тем что был не знаю алкогольно зависим или никотин на зависим и это реальная борьба это мучение я понимаю я не ломал себе руки-ноги но это борьба это действительно борьба которая требует энергии силы и воли многих вещей которые требуют конкретная борьба хотя может быть вот она не связана с соприкосновением но это борьба и она в физическом мире реально реально и может быть гораздо тяжелее чем просто некий контактный бой гораздо тяжелее а бог знал эту борьбу для того что бог знает все поэтому я не сомневаюсь что конечно он знал и есть определенные причины почему эта борьба должна была быть что она предшествовала как раз встречи с исавом и она была необходима потому что здесь было испытание якова очень важная его встреча которая произойдет на следующий день с исавом была чрезвычайно важна и вот этот вот бой борьба предшествующие этой встречи конечно это было не случайно это было все организовано и да конечно знал конечно знал потому что всевышний все это организует а с точки зрения кабалы бедро почему не могу сказать не знаю почему бедро с точки зрения кабалы бедро видимо какая-то часть человеческое тело которая отвечает за определенную духовную сущность но в частности наши комментаторы говорят что поскольку исав в течение 20 лет выполнял заповедь почитай отца и мать свою а яков не выполнял эту заповедь он был поврежден в бедре то есть каким-то образом отношения к родителям и заповедь и почитай отца и мать свою связано с бедренным сухожилием с бедром состоянием со стоянием слова стоять и как-то связывают это именно бедренное сухожилие возможность прямохождение стояние держание себя на ногах